Всем привет, с вами Прия. Сегодня мы немножко пофармим, а пофармим именно старые подземелья. Будем упираться в кдшечки, 10 прохождений за час, и будем смотреть какое количество голды можно вообще в принципе с этого выудить, какие интересные предметы можно полутать, ну всякие эпики, быть может упадут на трансмог, и мы продадим их за большое количество голды. Это конечно все сказки, но быть может. В рамках этого видео рассмотрим два подземелья. Престол Триумвирата, которая находится в дополнении Легион, и Железные Доки, которые находятся в дополнении Warlords of Draenor. С целью того, чтобы максимизировать абсолютно весь доход, который мы будем получать с Престола Триумвирата, и вообще в принципе с любых убийств легионских мобов, намного профитнее будет сделать чарочку на плечи. И самая, наверное, на текущий момент лучшая чарочка для плечей будет Зоолог, с целью того, чтобы лутать дополнительные баджики. И эти баджики, блестящие обереги для питомца, можно просто-напросто потратить на питомцев, которых можно в будущем продать. Можно, конечно, зачарить на кровь Саргераса, но для этого, насколько я правильно помню, нужна репутация. А те игроки, которые, например, лишь недавно вернулись в игру, либо только вообще недавно начали играть, не думаю, что быстро ее заимеют. Поэтому Дар Зоолога — прекрасная чарка на плечи, которая поможет получать больше оберегов для питомца. Все, что нам нужно для попадания в Престол Триумвирата, это выполненная цепочка на Аргус. То есть, нам, по-моему, нужно по самым первым квестам, играя за Альянс, прийти в Экзодар. По итогу мы телепортируемся на Аргус. Далее мы делаем небольшие квестлайны. И по итогу мы открываем себе третью локацию на Аргусе — Макари. И именно здесь находится вход в подземелье — Престол Триумвирата. Перед тем, как войти в подземелье, проверяем то, что у нас есть свободное место. Также запоминаем количество нашего золота — 411. Количество золота, ну, такое, маленькое на ДК. Все-таки это твинк, и особо на нем ничем не занимаюсь. Ну и, конечно, сложность подземелья. Ставим героическую и ни в коем случае не убиваем первого босса. А вот и ответ на вопрос. Почему мы не убиваем первого босса? Мы будем фармить трэш, который находится рядом с ним в течение 10 походов. То есть наша цель — максимально напулить на себя весь трэш, который бегает здесь. Ну, желательно вообще весь абсолютно. И по итогу мы просто сводим его и ауешим. В этом нет ничего тяжелого. То есть просто нам придется побегать, просто нам придется поауешить. Ну, в будущем ДК можно все это стянуть и быстренько заауешить. Также после абсолютно всей заливки мы не трогаем первого босса, как уже было сказано чуточку ранее. Ну и все спокойно продаем. Также, зачарив плечи, нам будут падать различные контейнеры. Эти контейнеры мы вскрываем, и нам будут падать всякие ништячки. После абсолютно всей зачистки трэша мы выбегаем из подземелья. Смотрим на наш многочисленный лут. Видим, что уже упали две горки товаров для питомцев. С целью того, чтобы не прокликивать по ним правой кнопкой, можно сделать прекрасный макрос. Этот макрос является простейшим, и все, что нам нужно прописать, это использование горки. В дальнейшем мы вытягиваем это на панельку, и даже не прокликивая в сумке по этим горкам, мы прекрасно можем абсолютно все эти контейнеры открывать. После того, как мы вышли из подземелья, абсолютно все продаем, и смотрим то, что уже весьма неплохое количество золота. Но мы продолжаем, наша цель сделать 10 походов. И в итоге выводить среднее количество голды, которые мы получаем при одном прохождении. Осталось еще 9. Абсолютно все ускорю. Подставлю музычку. Наслаждайтесь. В тот момент, когда вы бегаете на маунте, и вас стакуют мобы, если, конечно, вы не играете танком, то они могут просто-напросто вас спешить, то есть скинуть с маунта. Чтобы такое просто-напросто не происходило, требуется либо играть в танковской специализации, но если у вашего класса таковой не имеется, то как вариант можно просто использовать комский доспех из, насколько я правильно помню, шершавой кожи. Он поможет вам оставаться в седле, быть на коне, и вы не будете скинуты этими мобами надоедливыми. Мобами надоедливыми. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 10 ранов в престол Триумвирата сделаны, и пришло время подвести итоги. Что мы имеем в сумочке касательно золота? 2294 единицы, то есть почти 2300 голды. К моменту начала фарма было 411. По итогу за 10 зачисток первого трэша у первого босса мы имеем 1900 голды. Приступим к фарму второго подземелья. Второе подземелье, как уже было сказано ранее, железные доки. Находятся они в Дреноре, а конкретно в Горгронде, в самом верху. Ставим также героическую сложность, и наша задача проста. В рамках тестирования этого подземелья на получаемое золото пробежать его 10 раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И я немножко в шоке после сбора вообще пачки всех этих мобов, потому что как он умер сам по себе, мне крайне непонятно. Я очень много раз проходил этот данж в формате Геройка ради сумочки со всякими там интересными вещами. Я очень много проходил его в режиме испытаний, травил на золото. И чтобы мобы сами убивались? Ну, это в новинку для меня. Окей, 10 ранов сделано. Пришло время подвести итоги. В момент начала фарма было 9 977 527 золота в сумке. К моменту окончания фарма 9 978 819 голды. То есть получается почти 1300 голды было нафармлено за 10 ранов. Раны очень быстрые, раны очень легкие. Лутается всякая зеленка, которая просто бездумно продается вендору. Ну, окей, вы можете ее надеть как вариант с целью того, чтобы она зафиксировалась у вас в форме трансмога, но это уже дело ваше. Также мы получаем обломки доспехов Железной Орды. Их тоже можно реализовать в золотишко. А как именно? В описании я оставлю ссылочку на видосик, который был сделан мною еще года, наверное, 4 назад. Выбирайте для себя прекрасный данж для фарма и фармите его, если у вас есть интерес в этом деле. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. До скорого.